Видно сразу, крыша не на месте. Звуки капающей воды уже вызывают нервный тик у жителей дома. Полтора месяца назад крыша полностью сгорела. Тушили дом тогда более 70 пожарных, 25 единиц техники. Площадь возгорания 1000 квадратных метров. После жаркой ночи сгоревшую крышу наспех затянули пленкой. А спустя пару дней власти города выделили на ремонт 11 миллионов из резервного фонда. Долгое время рабочие расчищали кровлю от обгоревшего мусора. Говорят, темп работ сдерживают дожди, но в целом все идет по плану. Мы уже поставку сделали профлиста, но в субботу начинаем планово уже 2000 квадратов закоплено на эту крышу. Поднимать и делать. А пока жилицам приходится защищать крышу и свои квартиры самостоятельно. Да и никакой поддержки они особо не ждут. Нам сразу сказали, что есть понятие материальной помощи, что мы можем обратиться в соцзащиту и нам там выплатят в районе 5000. Мы обратились, нам выплатили, но покроют 5000 расходы? Не знаю, у кого-то покроют, наверное. Ночью, когда я выхожу на крышу, это сейчас вот днем вышли, тут все поулыбались, все хорошо. А когда ты ночью выходишь под дождем с ведром, чтобы воду собирать, вообще не весело. Довести крышу до ума нужно до первых холодов, не за горами зима. По контракту подрядчик должен сдаться 1 октября, если не помешают дожди, конечно. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.